Как быть, если молишься и не получаешь спросимое? Дело в том, что молитва – это такой серьезный труд души. Молитва не должна быть поверхностной, легкомысленной, неблаговейной. Потому что мы молимся к Господу Богу, молимся к нашему Творцу, Создателю, молимся к Творцу неба и земли. И с каким же благовением и страхом Божиим мы должны подходить к Богу, и с каким же смирением мы должны просить у Него, чтобы Он сделал не так, как мы хотим только, а так, как это было бы нам полезным, а так, как это было спасительным. Это не значит, что не нужно просить у Бога конкретных вещей. Иногда, если мы понимаем, что по совести, здесь никаких и по заповедям Божьим, никаких противоречий с заповедями Божьими, наше желание, так или иначе, мы можем Богу пронести, можем у Бога просить что угодно. Господь говорит, что просите, дастся вам, ищите, найдете, стучите, творят вам, что все, что вы не попросите с веры, то и будет вам. Но иногда Господь как будто бы медлит, как будто бы не дает того, что нам хочется прямо сейчас получить. Почему это так? Ну, во-первых, это бывает от того, что мы не всегда готовы получить Божий дар. Мы не готовы, потому что нет еще в нас чувства благодарности, это еще не сформировалось в нашей духовной жизни. Потому что мы еще не можем принять от Бога и достойно понести тот дар, который он для нас приготовил. Иногда мы просто просим не того, что нам полезно. Вот такой забавный случай. Один священник рассказывал, когда был маленький, он видел, как дедушка перед сном выкладывает вставную челюсть. Она была такая красивая, зубы такие были беленькие, такие ровные. И он просил Господи, дай мне точно такие же зубки, дай мне вот такую же точно челюсть, так она ему понравилась. И, конечно, Господь ему не дал ничего, потому что Господь с любовью относился к нему и к его здоровью в том числе. Вот тогда мы просим что-то неразумное и то, что бывает для нас просто ненужным. И Господь, конечно, такого не дает. А иногда Господь хочет, чтобы мы были неотступны в молитве. И эта неотступность, она приводит к тому, что мы можем получить доброветель терпения, что мы учим себя смиряться в нашей неотступности. И Господь, когда мы развиваем в себе эти качества, в конце концов дает нам то, что нужно, то, что мы просим у Него, то, что мы так от Него долго ждали. Так или иначе, надо, прося, всегда помнить, что да будет воля Божия. Как мы говорим в молитве, Отче наш, да будет воля Твоя, как и небеси на земле. И тогда наша молитва будет Богу достойна, потому что она будет со смирением и с верою. А то, что мы с верой не попросим Бога, все рано или поздно нам по Его заповеди будет обязательно. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok